Российская армия при поддержке люмпенизированного населения Донбасса и наемников оккупировала украинский город Углегорск. Почему люмпенизированного? Ну хотя бы потому, что воспитанный и психически здоровый человек не будет мочиться на флаг страны, на территории которой он находится. После справления нужды террористические войска вошли в город, название которого они не знали. На приобретенных в местном военторге танках и БМП, доведенные до отчаяния, русскоговорящие шахтеры провели обстрелы жилых домов. Не беда, что на момент обстрела в Углегорске не было ни одного украинского солдата. Главное оставить следы массовых разрушений, обвинив в этом злобных киевских фашистов. А лучше правый сектор, который засел в девятиэтажных домах и в головах российских телезрителей. Это практически 600 метров до той самой девятиэтажки, где на данный момент, по последней информации, находятся бойцы правого сектора. Мы находимся в 300 метрах от центра города. Танк продолжает зачистку. Кроме бойцов карательных отрядов правого сектора, журналист углядел с расстояния в несколько сот метров бойцов батальона «Азов», которые в тот момент находились в Мариуполе, в 175 километрах южнее Углегорска. Танки работают по нему практически прямой наводкой, но по последней информации, бойцы правого сектора, бойцы батальона «Азов» занимают нижние этажи, и поэтому освободительная операция продолжается. Ну и естественно, как же без поляков? Без них ведь не обходится практически ни один сюжет на российском телевидении. Командир роты спецназа «Позывной Ольхон» готовит финальную атаку на центр города. Ведь там в единственной высотке и вокруг по периметру укрепились бойцы карательных батальонов, бойцы правого сектора и наемники из Польши. Ведь в сознании русских между фашистами, правым сектором и поляками ныне проводится знак равенства. Вы слышите стрельбу, они там тоже зачищают. Насколько мы знаем, поляки вот 70 метров пансионат выскочили отсюда от нас и побежали на Моторолу. Освободители настолько проникаются духовностью в процессе посева идей русского мира, что порой воюют не только с пустыми домами, но и против асфальта, и даже между собой, устраивая сеансы воспитательного мордобития. Углегорск, как и все остальные земли, куда ступила нога российского оккупанта, превратился в мертвый город. Сюда уже не смогут вернуться коренные жители. Политика геноцида, проводимая Россией против украинского народа, не предполагает такой возможности. Пока зрители с упоением наблюдают за весьма занятным реалити-шоу, их продолжают накачивать лживой информацией. Главное в сюжете на федеральном канале «Россия-1» не только вину за массовые убийства перенести с российской на украинскую армию, а еще и перечислить смысловую цепочку – женщины, дети и старики. Отсюда в Горловку, в Янакиево и близлежащие населенные пункты артиллеристы Украины отправили тонны смертоносного железа – осколков, убив сотни ни в чем не повинных гражданских жителей, детей, женщин, стариков. Сеанс ненависти для того и придуман, чтобы ежеминутно напоминать россиянам, кого именно предпочитают убивать украинские фашисты. Сейчас мы в северной части города, местные бегут от обстрелов. Живой коридор обеспечила армия ДНР. Мирные жители, те самые женщины, дети, старики, вопреки закадровому комментарию, никуда не бегут, а смотрят на освободителей с презрением. Этих гостей явно никто сюда не звал. На этом кадре один из типичных представителей Донбасса. На его лице застыла ненависть к киевским карателям. Заметьте, как журналист пытается изобразить опасность. Он пригибается, как будто уклоняется от бомбежки, хотя местные жители передвигаются без спешки. Это классический пример того, как российская пропаганда неудачно создает иллюзию происходящего. То, чего в реальности и близко нет. Жителей запугивают, вынуждают покинуть город, чтобы потом под видом спецоперации уничтожить их жилища и навсегда закрыть перед ними путь домой. Таким образом, подтверждается предположение, что РФ создает на Донбассе подобие Южной Осетии. Уничтожая инфраструктуру, кремлевская власть пытается вынудить официальный Киев отказаться от оккупированных России территорий Донбасса. Однако, в отличие от 2008 года, планам Путина и кампании не суждено воплотиться в жизнь. Весь цивилизованный мир на стороне Украины. На ДРФ нависла угроза дефолта. 70% россиян против войны с Украиной. Одурманенные российской пропагандой, жители Востока Украины начали осознавать, кто их настоящий враг. В Славянске сегодня у нас работает экономика, мирное небо над головой, тепло, зарплаты платятся, и, в общем, жизнь нормализовывается, стабилизируется. А если мы сравним с тем, что делается 100 километров на юг отсюда, голод, холод, нищета и ДНР. Они еще не попробовали, что такое Путин. А кто попробовал, тот уже отвернулся до многих. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ